Я рад приветствовать премьер-министра. Я рад приветствовать премьер-министра. Это признание вашей долгой кадеры-дипломата. Мы разделяем вашу приверженность действий, направленных на создание более справедливого и стабильного мира. Мы также воздаем должное усилиям господина Само Кутесы, который столь эффективно руководил работой 69-й сессии. Господин председатель, 70 лет тому назад была создана Организация Объединенных Наций на руинах наиболее разрушительной войны, которая когда-либо сталкивалась с человечеством. Ее цель заключалась в том, чтобы обеспечить мир, всеобщий мир и просветание на основе принципов справедливости, сотрудничества и коллективных дел. Несмотря на холодную войну, Организация Объединенных Наций послужила международному сообществу как олицетворение надежды, как защитница свободной и сторонница угнетенных, как инструмент мира и прогресса. Однако мы, народы Организации Объединенных Наций, не смогли перековаться мечей на орала или же поощрить универсальное процветание и более широкие свободы. Конфронтация между основными державами вновь вернулась сейчас, когда во многих частях мира царит порядок терроризма продолжает расширяться. Бедность и лишения еще не стали делом о прошлом. По-прежнему совершается серьезное нарушение прав человека. Мы являемся свидетелями беспрецедентного перемещения беженцев и насильственных иммигрантов. Это сопровождается ущербом самой жизни на нашей планете. Однако это также и моменты для новых возможностей. Сегодня в нашем взаимнозависимом мире мы располагаем финансами, научными и организационными потенциалом для того, чтобы решать эти разнообразные и взаимосвязанные угрозы, представляющие собой опасность для всех государств-членов. На историческом саммите, который состоялся в течение уикенда, мы взяли на себя коллективное обязательство осуществить 17 целей устойчивого развития, поощрять справедливое и инклюзивное развитие в интересах всех наших народов. Но реальная проблема заключается в том, чтобы коллективу, мобилизовать коллективную политическую волю и ресурсов для выполнения той повестки дня, которую мы торжественно одобрили. Пакистан уже приступил к действиям по осуществлению национальных целей в интересах осуществления целей повестки дня после 15-го года. Мы создали у себя прочный механизм по мониторингу и притворению в жизни этих целей и задач. Господин председатель, в конце этого года в Париже нам потребуется проявить общую, но дифференцированную ответственность перед лицом угрозы, которые представляют собой изменение климата. Узкие интересы не должны стоять на пути масштабных и коллективных действий, направленных на то, чтобы приостановить и обратить спять ущерб, причиненный нашей планете. Господин председатель, по случаю празднования 70-й годовщины Организации Объединенных Наций, мы должны сделать все для того, чтобы наша организация могла эффективно отвечать на текущие и новые вызовы, перед которыми мы стоим. Пакистан поддерживает всеобъемлющую реформу Организации Объединенных Наций, включая и реформирование Совета Безопасности. Нам необходим более демократический, представительный, подотчетный и транспарентный Совет Безопасности. Нам нужен Совет, который отражал бы интерес всех государств-членов в соответствии с принципами суверенного равенства. Нам не нужен Совет, который является расширенным клубом сильных и привилегированных стран. Господин председатель, миротворчество является одной из важных областей деятельности Организации Объединенных Наций, и Пакистан гордится своей исторической и нынешней ролью в качестве страны и поставщика контингентов. Мы считаем это нашим обязательством по поддержанию международного мира и безопасности. Господин председатель, Пакистан является основной жертвой терроризма. Мы потеряли тысячи людей, гражданских и солдат, ставших жертвами террористического насилия. Пролитая кровь, включая кровь невинных детей, укрепила нашу решимость покончить с этим злом, угрожающим нашему обществу. Мы будем бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях, независимо от того, кто бы не являлся его спонсорами. Наша операция «Зарбер Азо» является самой крупной мировой антитеррористической кампанией против терроризмов, где бы они ни находились. Не участвует 180 тысяч сил безопасности. Нам удалось добиться существенного прогресса в очищении нашей страны от всех террористов. И мы остановимся только тогда, когда наша цель будет достигнута. Эта операция дополняется общенациональным планом действий. Она включает усилия полиции и сил безопасности, политические и правовые меры, социально-экономические и политические пакеты, направленные на то, чтобы покончить с насильственным терроризмом. Глобальная угроза терроризма будет искорена только тогда, когда мы искореним ее первопричины. Бедность и нищета являются проблемой. Не экстремистской идеологии следует бороться. Однако, в попытке терроризма необходимо противодействовать и с помощью борьбы против угнетения несправедливости в отношении мусульман в различных частях мира. К сожалению, некоторые стремятся использовать глобальную кампанию борьбы с терроризмом для того, чтобы и попирать законные права оккупированных народов на самоопределение. Подъем и распространение терроризма на Ближнем Востоке представляют собой беспрецедентную угрозу в области безопасности. Сотрясаемые насилием, этническими и сектористскими конфликтами, а равно как появлением дальше целый ряд стран этого района, сегодня являются ареном конфликта и нестабильности. Другие затянуты в эту трясину. Трагедия Палестины продолжается и активизируется. Общепринятый путь к миру между Израилем и Палестиной – это решение двух государств сегодня дальше, чем когда бы то ни было в результате неуступчивой позиции оккупирующей державы. Сейчас, когда я говорю «гордый палестинский флаг» поднимается за стенами этого зала. Это всего лишь первый шаг, и мы уверены, что нам удастся приветствовать Палестину в число полноправных членов Организации Обных Наций. Мусульмане по всему миру страдают. Палестинцы и кашмирцы являются объектами иностранной оккупации. Меньшества страдают от преследования. Допускаются дискриминации в отношении мусульманских беженцев. Международное сообщество должно выступить против этих проявлений несправедливости в отношении мусульман. Мы приветствуем все объемлющие ядерные соглашения, достигнутые между Ираном и Пятеркой. Плюс один. Это показывает, что могут сделать дипломатические усилия и многосторонний подход. Это доброе предзнаменование для мира и безопасности в нашем районе и за его пределами. Господин председатель, отношения между Пакистаном и Афганистаном претерпели позитивную трансформацию под руководством правительства национального единства в Кабуле. Отвечая на просьбы афганского правительства и поддержки международного сообщества, Пакистан предлагал усилия для того, чтобы облегчить процесс примирения с Афганистаном. Диалог между афганским правительством и Талибаном явился беспрецедентным явлением. Но вызывает сожаление, что определенные события тормозят этот процесс. Пакистан активизировались нападения со стороны медландов, которые необходимо решительно осуждать. Пакистан намерил упорствовать в своих усилиях, возобновить процессы диалога и содействовать установлению мира и стабильности в Афганистане. Однако мы можем делать это только при наличии сотрудничества со стороны афганского правительства. Напряженность между Афганистаном и Пакистаном не в интересах ни одной из этих стран. Нас поощряет тот факт, что международные сообщества, включая основные державы, заинтересованы в продолжении процесса мира в Афганистане. Господин председатель. Пакистан высоко оценивает активную роль Китая в поощрении мира и просветании в Афганистане и во всем нашем регионе. Мы привязываем китайский подход «Один пояс, одна дорога». Экономический коридор между Китаем и Пакистаном, объявленный президентом Чимчин в ходе посещения Пакистана в начале этого года, является средством поощрения экономической интеграции и может обеспечить процветание всего этого региона. Это вдохновляющий пример сотрудничества ЮК-ЮК, которое следует всячески поддерживать. Мы также привязываем более активное участие России в азиатском сотрудничестве. Организация Шанхайского сотрудничества, в которой Пакистан присоединится в этом году в качестве полноправного члена, таит в себе потенциал поощрения региональной сплоченности. Господин председатель. История Южной Азии – это история упущенных возможностей. Среди ее наиболее горестных посредствий – это сохранение нищеты и лишений в нашем регионе. Развитие является основным приоритетом моего правительства и лежит в основе моей политики по созданию благоприятного мирного окружения. Наш народ нуждается в мире для того, чтобы процветать, а мир может быть достигнут только в результате диалога, а не противостояния. В 97-м году, когда начался диалог с Индией, обе страны договорились, что он должен охватываться две основных темы – Кашмир и мир и безопасность, наряду с шести другими вопросами, включая вопрос о терроризме. Приоритетный и срочный характер рассмотрения двух этих вопросов сейчас важен более чем когда бы то ни было. Консультация с кашмирцами, которые являются неотъемлемым компонентом этого здесь решения, эволюционирует по пути к мирному решению. С 47-го года кашмирский спор не получает решения. Резолюции Совета безопасности по-прежнему не выполняются. Три поколения кашмирцев являются свидетелями обещаний, которые не выполняются, и объектом грубой агрессии. Свыше 100 тысяч из них погибли в борьбе за самоопределение. Это наиболее упорный провал Организации Объединенных Наций. Господин председатель, когда я вступил в обязанности премьер-министра Пакистана в июне 2013 года, в третий раз, один из моих первых приоритетов заключался в нормализации отношений с Индией. Я обратился к индийскому руководству с указанием на то, что нашим общим врагом является нищета и отсталость. Сотрудничество, а не конфронтация, должны определять наши отношения. Однако сегодня нарушение прекращения огня по контрольной линии и рабочей границы активизируется. Это ведет и к гибели гражданских лиц, в том числе женщин и детей. Мудрость требует, чтобы наш немедленный сосед воздерживался от разжигания нестабильности в Пакистане. Две страны должны рассматривать и устранять причины напряженности и принимать всевозможные меры для того, чтобы не допускать дальнейшей эскалации. Именно поэтому сегодня я хотел бы воспользоваться возможностью предложить новую мирную инициативу с Индией, которая начнется с наиболее простых для осуществления мир. Во-первых, мы предлагаем, чтобы Пакистан и Индия формализировали и уважали понимание 2003 года относительно полного прекращения огня на линии контроля в Кашмире. Для этих целей мы призываем представителей ООН расшириться состав Юнмаджипа для того, чтобы осуществлять мониторинг и соблюдение прекращения огня. Второе. Мы предлагаем, чтобы Пакистан и Индия вновь подтвердили, что они не будут прибегать к использованию силы или же угрозы силы ни в каких обстоятельствах. Это один из центральных элементов устава ООН. Третье. Необходимо принять меры по демилитаризации Кашмира. Четвертое. Следует договориться относительно безусловного взаимного вывода вооруженных сил из ледника Сиахин. Это является самое высокое поле битвы. Для того, чтобы облегчить угрозы в отношении мира, необходимо, чтобы Пакистан и Индия договорились относительно широкого круга мер по устранению угроз, называемых наступателями или же современными видами оружия. Пакистан не хочет и не участвует в гонке вооружений в Юго-Восточной Азии. Однако мы не можем оставаться сложа руки перед эволюционирующей динамику безопасности, наращивая вооружение в нашем районе. Мы принимаем соответствующие шаги. Являясь ответственным ядерным государством, Пакистан будет продолжать поддерживать цели ядерного разрушения и нераспространения. Мы сохраняем самые высокие стандарты ядерной безопасности, разработали у себя эффективный режим, обеспечивающий безопасность и охрану наших ядерных запасов. Юго-Восточная Азия нуждается в стратегической безопасности и в серьезном диалоге для того, чтобы добиться ядерного сдержанности, обычного баланса и решения конфликтов. Мы находимся на пути к установлению более эффективной меры мира и безопасности в Юго-Восточной Азии. Мы это должны и на будущем, и нашему народу. От имени Генеральной Ассамблеи хотел бы поблагодарить премьер-министра Исламской Республики Пакистан за сделанные заявления. Я попрошу протокол.